всем привет меня валентин зовут я программист как и все кто здесь что-то докладывает программе значит пишу код за деньги но это не точно и не всегда кто может так сходу сказать вообще зачем программирование нужно что что жизнь упростить кто-нибудь еще ага все правильно правильно вообще прекрасно да в общем все вы праве программирование действительно она облегчает жизнь программирование это весело это легко со звездочкой на самом деле легче чем ты думаешь сейчас не буду долго рассказывать там свою историю печальную своей жизни давайте вам кое-что покажу возможно кое-что веселое программирование действительно упрощает жизнь и с помощью него можно что-нибудь сделать очень быстро и очень полезно и кто значит такой а mdb дает это в общем база кинчиков да как кинопоиск только английская большая такая mdb.com и они всю свою информацию сливают в текстовых файликах у тебя на сайте то есть можно себе скачать огромный файл там размером в пол гигабайта со всеми названиями датами выхода и рейтингами самое интересное так вот давайте напишем программку которая каждый вечер поможет выбрать что посмотреть новенького для начала вообще все видно может побольше сделать побольше наверное как ним так так лучше да да конечно конечно все что угодно так может в общем два файлика mdb нас интересуют и вот так выглядит один из них обратите внимание сверху колоночки знаете да все что такое excel вот это по сути файлик excel не только в таком сыром варианте каждая колоночка отделена символом табуляции друг от друга вот наверху заголовки что у нас там название для взрослых или нет дата выхода жанры и пошли строчки то есть первый фильм второй фильм третий фильм до 4 фильм 5 и так далее и второй файлик где первая колонка получается первая колонка такая же как первом файле а вторая колонка это рейтинг на сайте это тоже самое что рейтинг на кинопоиске все знаешь такое кинопоиск вот это тоже самое что рейтинг на кинопоиске и количество проголосовавших ну типа вообще фильм кому нужен не нужен чем будем мы с ними делать мы возьмем эти оба файлика и попытаемся их срастить по первые колонки чтобы потом получить общую картину всех среди всех рейтингов для начала обратите внимание внизу мышка есть вот эта вот циферка это количество фильмов на и мдб у которых есть хоть какой-то рейтинг 820 1202 я сейчас напишу простенькую программку на питоне если что-то будет непонятно не обращайте внимание суть просто в том чтобы показать что это просто и весело возможно начнем мы с того что используем библиотеку которая есть внутри питона которая помогает читать эти файлы в таком формате в удобном виде во-вторых надо файлы эти открыть питоне файлы открываем с помощью функции open кто здесь кстати никогда не писал никакого кода все что-то писали да там паскальчик в школе до всех был хорошо отлично сейчас вам покажу так да файлик открываем в режиме чтения называемого f1 и запихиваем содержимое файлика в переменную который назовем title для этого оборачиваю в штуку которую мы только что импортировали передаем туда файлик и параметры делимитра который говорит что обратно слышно что это символ табуляциям так обозначается каждая каждый столбец друг от друга отделен символом табуляции и пока первый файлик открыт открываем второй файлик который называется рейтингс он также открывается в режиме для чтения р вид чтение и запихиваем его содержимое в переменную с названием рейтинг f2 делимитер равно тоже символ табуляции что мы делаем дальше помните берем файлик с рейтингами начинаем штудировать каждую строку и стараемся срастить с файликом со строкой из первого файла проблема в том что первый файл гораздо больше второго там что-то около пяти миллионов строк потому что не у каждого фильма из рейтинг поэтому всем знакома концепция цикла да хорошо этот цикл по каждой строке из файла с рейтингами так берем строчку из файла с рейтингами берем строчку из файла с тайтлами с названиями пока первая строка первый столбец который называется const не равен такой же строке из файлика с рейтингами берем следующую строчку из большого файлика примерно понятно что происходит и когда они совпали когда они совпали мы вываливаемся из вайл кстати видите да что я отбиваю получается четыре пробельщика перед каждой строкой это то же самое что begin and паскали по сути начало конец блока наверное никогда не писал на паскале на самом деле когда совпало мы давайте создадим пустую переменную которая за кинчики movies это пустой список в которой мы будем накидывать кино в удобном варианте в удобном формате и в питоне есть функция у листа append который мы будем запихивать в удобном формате у фильма есть название которым берем из большого файла по моему называется называется праймари тайтл до праймари тайтл праймари тайтл год выхода который называется старт и потом у нас есть жанры которые так и называются жанры есть рейтинг то что нас интересует рейтинг мы берем из файла маленького то есть который по которым мы которым убежим называется он average рейтинг но он нужно мне просто нужен нам в числовом варианте то знаешь разницу между инфлот и целое число флот число с точкой запятой вот так вот дробное число и нужно количество голосов которое тоже берем из маленького файла но мы преобразуем его к целому числу и называется он вот так вот он называется нам вот давайте скрестим пальчики попробуем запустить я открыл сбоку консоль языка питон который мы сейчас будем играть запускаем чего-нибудь все неправильно потому что я перепутал точку запятой с двоеточие попробуем еще раз вроде чего там заработала мы должны получить 820 фильмов здесь пока она там считает файлы здоровенные давайте немного поговорим о о социализации самая большая ошибка которую может совершить нас начинающий программист это запереться у своей мамки в подвале обложиться книгами ни с кем не разговаривать поэтому социализация очень важна без него быстро потеряете интерес к тому что делаете главный вопрос который вас должен интересовать сейчас то куда идти после этой конференции где тусить запомните первую ссылочку это группа в телеграме у кого нет телеграма поставьте телеграм пока его не заблокировали да и начните оттуда вторая ссылочка до сайт стекуэрфлоу на котором можно задавать ваши вопросики у него есть русская версия не обязательно английская и дискорд где тусят геймеры там это программисты slack.com там тоже есть много разных сообществ по интересам это основное с чего можно начать где учиться программированию возможно на уроках информатики вы начали подозревать что ваши преподаватели обладают немножко не актуальными знаниями ни у кого не было такого подозрения да да хорошо собственно лучший источник для обучения это интернет а именно сайтики статьи обучающие видеоролики и так далее ну и локальные метапы на вроде этого пока мы тут с вами рассусоливаем там что-то интересное происходит например вот и самое главное когда вы пишете код не надо держать его в себе надо его показывать всем у кого есть инстаграм чего так вообще прям ни у кого нет инстаграма в общем github.com это инстаграм для программистов где мы показываем не свои загорелые тушки а свой код вот у нас что не получилось о смотрите 820 тысяч двести фильмов это примерно столько же сколько было файли с рейтингами давайте с ними поиграем немного и так в питоне есть модуль называется рандом он для работы со всякими случайными штуками и так давайте посмотрим случайную choice английский выбор какой-нибудь случайный фильм не обращайте внимания и так кинчик среди этих кинчиков если его рейтинг рейтинг до больше дать восьми с половиной и и и например за него проголосовали больше десяти тысяч раз мы же не хотим какое неизвестное никому говно смотреть и ну и давайте допустим будет это будет научная фантастика сай фай среди его жанров аха нам предлагает посмотреть что начало предлагает посмотреть две тысячи десятого года давайте посмотрим что там еще есть мистер и сайс титр три тысячи кто не смотрел давайте например и год да больше чем 2010 очень по новей по новее да хэйтед индейшен ненавидимые в нации давайте например экшен какой-нибудь боевичок заценим викинги 2013 года нормально или mass effect 3 оказывается на им тебе есть еще игры собственно программа работает и обратите внимание если я конечно умею сегодня печатать пожалуйста вся программка заняла 20 строчек кода 21 учитывая все вот эти вот штуки если мы их уберем 19 18 строчек кода всего лишь за 18 строк кода смогли нарисовать что-то полезное которым даже можно пользоваться собственно в этом была моя суть доклада не надо там думать что программировать это как-то сложно это конечно сложно но никогда ты начинаешь то что я сейчас писал и вот эти вот слайды находятся на гитхабе как я сказал на инстаграме для программистов хотите ставьте лайки я также настаиваю о том чтобы вы пошли туда зарегистрировались начали выкладывать свой код какой бы он ни был даже если там это привет мир там какие-то недопиленные дать недоделки выкладывайте делитесь ничего страшного такая хапчик сфотографировать и в instagram выложить то же самое мой никнейм в твиттере в телеграме на гитхабе ищите пишите не стесняйтесь так это у меня все слайды на всякий случай я еще открою ссылку где тусить чтобы записали у меня на этом все постарался побыстрее если какие-то вопросы и задавайте надеюсь кому-то интересно стало попробовать что-нибудь поделать после всей этой после всего этого что чего а взрослый дать посмотрим почему нет время есть так да я его не копировал давайте копируем почему бы нет на ходу для взрослых так чем мы здесь откроем питанияши наши сейчас он про прочитает вообще интересно если на им деби рейтинге фильмов для взрослых ну да это наверно вообще 18 плюс так чудо и посмотрим да уберем год вместо этого до фильма для взрослых так и тут я забыл закрыть да так стоп оказывается нет для так ну да вот например сделаем лучше ага нельзя выбрать из пустой последовательности походу ничего нет с таким большим рейтингом среди фильмов для взрослых давайте лучше уберем 10 тысяч голосов о келфрил 2006 года какая-то драма давайте ничего посмотрим записывайте кинчики до чего всего лишь лара кротч томбрайдер ладно хватит как собственно вот у меня все общем задавайте вопросы если где-то есть